Многотонными домкратами специалисты подрядной организации поочередно поднимают пролетные строения. С этого начинается один из важнейших этапов ремонта – обновления опорных конструкций. На сегодняшний день практически отремонтировали два пролета, на очереди еще два. Активно трудятся не только под путепроводом, но и над ним. Сейчас готовят основания для будущего монтажа новых железобетонных ограждений по обеим сторонам дороги. Они обезопасят движение как водителей, так и пешеходов. Если мы говорим именно о железобетонных ограждениях, это три основных бетонных ограждения. Первое – это между левым тротуаром и трамвайными путями. Второе – это непосредственно между трамвайным полотном и проезжей частью. И третье – это между проезжей частью и правым тротуаром. Это будут, да, большие массивные бетонные конструкции для предотвращения выезда как автомобилей на трамвайные пути, так и со стороны трамвайных путей. Сейчас специалисты практически полностью демонтировали все элементы путепровода. Сняли старое покрытие проезжей части, разобрали бордюры и убрали прежние железобетонные ограждения. Одновременно с этим заняты ремонтом защитных бетонных слоев и стенок там, где идет возвышение дороги над землей. Конструкцию укрепляют специальной смесью, которая устранит все дефекты. Также рабочие продолжают бурить отверстия для новых труб водоотведения и кабельных сетей. Путепровод 139-й километр – важная транспортная артерия города. Маршрут используется как общественным транспортом, так и автомобилистами. Особенно важна трасса для работников предприятий Кировского и промышленного районов. Заводов немало. Главный ракетно-космический центр, предприятие авиационной промышленности, конструкторское бюро. Поэтому обновление такого важного участка на контроле не только власти региона и города, но и общественников. Я сама как бы за рулем уже несколько лет, поэтому периодически проезжаю по этой дороге. Молодцы те, кто взялся за эту дорогу, потому что уже несколько лет. То есть они ее ремонтируют, ремонтируют, а в итоге опять яма появляется. Ремонтируют, ремонтируют и опять яма появляется. Молодцы, что взялись за этот проект. Горожане и особенно промышленники с нетерпением ждут окончания работ. Путепровод разгрузит проспект Кирова, заводское шоссе и ряд других улиц. Заказчик в лице Департамента городского хозяйства и экологии поставил перед подрядчиком задачу запустить движение, в том числе и общественного транспорта, уже к 31 октября текущего года. При этом обновлять путепровод продолжат и в 2024. Но специалисты утверждают, что последующие задачи никак не нарушат трафик на маршруте. Улучшение дорожной инфраструктуры находится на контроле и является приоритетной задачей губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ремонтируют и крупные объекты, такие как мосты и дороги местного и регионального значения. По итогам 2022 года губерния была снова признана лидером в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью более 233 километров, в том числе 17 мостов. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.